Привет! Сегодняшнее видео посвящено характеристике металлов и неметаллов. Прежде всего давайте рассмотрим физические свойства металлов и неметаллов. Металлы. Твердые вещества. Исключение. Ртуть. Металлы проводят электрический ток, обладают теплопроводностью, ковки и имеют металлический блеск. Не металлы. Могут быть твердыми, газообразными и жидкими. Не имеют металлического блеска, не обладают ковкостью, хрупкие, являются диэлектриками. Металлы имеют на внешнем энергетическом уровне от 1 до 3 электронов. Легко отдают электроны, являются восстановителями. В металлах имеется особый вид связи, называемый металлической связью. Это связь посредством относительно свободных электронов. Неметаллы. На внешнем энергетическом уровне от 4 до 7 электронов обладают сравнительно небольшим радиусом атома. Проявляют окислительные свойства, но могут быть и восстановителями. У неметаллов достаточно высокая электроотрицательность. На слайде представлена таблица химических свойств металлов и неметаллов. Металлы взаимодействуют с кислородом, образуя оксиды. При этом оксиды образуются основные, как в случае с кальцием. Кальций с кислородом дает основный оксид кальция, кальций О. Основные оксиды так называются потому, что им соответствует основание. Вы видите, у меня уже коэффициенты расставлены, чтобы на этом не останавливаться. Также металлы с кислородом образуют амфотерные оксиды. Например, алюминий с кислородом даст нам оксид алюминий 2О3. Он является амфотерным. Неметаллы при взаимодействии с кислородом образуют кислотные оксиды. Вы помните, мы их еще называем кислотными ангидридами. Так, например, сера с кислородом дает нам оксид серы 4-х валентной СО2. СО2 является ангидридом сернистой или сульфидной кислоты. Также неметаллы с кислородом образуют не солеобразующие оксиды. Например, азот с кислородом даст нам не солеобразующий оксид НО. Второй пункт. Металлы могут взаимодействовать с неметаллами. Так, например, металлы могут образовывать хлориды, нитриды или сульфиды. Первая реакция это образование хлорида железа, ферром хлор-3. Вторая нитрид магния. И третья сульфид натрия. Неметаллы могут взаимодействовать с другими неметаллами с разной электроотрицательностью. Это вторая реакция. Фосфор у нас взаимодействует с хлором и образуется П-хлор-3. Следующий пункт. Металлы взаимодействуют с водородом и образуют гидриды. Так, например, кальций с водородом дает нам гидрид кальция, кальций H2. Неметаллы с водородом дают бескислородные кислоты. Например, водород с хлором образует хлороводород. Четвертый пункт. Щелочные и щелочноземельные металлы могут вступать в реакцию с водой, при этом образуя щелочи и водород. Так, например, щелочной металл калий с водой дает гидроксид калия, калий OH и водород. Кальций, который является щелочноземельным металлом, дает нам гидроксид кальция, кальций OH дважды и водород. Хлор при взаимодействии с водой, из неметаллов хлор может вступать в реакцию с водой и дает нам соляную и хлорноватистую кислоты. Фтор при взаимодействии с водой дает нам H2 и кислород. На этом все. Если видео было полезно, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!